Всем привет, с вами Хикаро, и сегодня мы поговорим о консолях. О да. В извечной борьбе консолей против ПК представители касты радикальных ПК Бояр часто приводят чуть ли не главным доводом превосходства своей платформы то, что консоли, они технически слабые. А с учетом их очень продолжительного цикла жизни, они, консоли, сильно тормозят развитие игр, так как издатели в основном больше ориентированы на выпуск игр именно на консолях, нежели на мощных ПК. То есть, по мнению ярых защитников ПК, если не было бы консолей, то игры бы уже по фотореалистичности и технологичности картинки обогнали бы даже сам наш реальный мир. Вот об этой стороне вопроса я и хотел сегодня высказаться. Совсем вот недавно, когда вышел Видимак 3, все жутко бомбили по поводу даунгрейда графики игры. Да это все из-за консолей, чтобы эти ведра потянули такую игру, ее возможности надо рубить под корень, кричали многие в различных комментариях, спрашивая этих людей, собственно, а вы на своем дорожайшем компьютере на каких настройках запускаете эту урезанную игру? На что получал ответ либо на низких, либо... Да она у меня из главного меню вылетает, но все равно консоли виноваты. Открываем Steam, статистику конфигурации компьютеров игроков по всему миру и отчетливо наблюдаем такую картину, что характеристики консолей нынешнего поколения как раз примерно равны характеристикам ПК большинства пользователей Steam в мире. Так вот, в игровых издательствах и студиях-то уж, наверное, не дураки сидят, и они пользуются такими общемировыми статистиками по железу, возможно, даже Steam-овской пользуются, кто их знает. Все, чтобы определить, какую игру сможет позволить себе большинство игроков по всему миру. И естественно, все упирается в деньги, если игра будет мега-требовательна к железу и запустится только у горсточки людей с мощнейшими машинами, то, конечно же, такая игра не окупится. Такой же статистикой пользуются и Sony, и Microsoft, отслеживая, на каком этапе жизненного цикла консолей мировые среднестатистические характеристики компьютеров станут сильно опережать характеристики консолей. Иными словами, жизненный цикл консолей заканчивается ровно тогда, когда подавляющее большинство ПК-шников на нашей планете сможет перейти на железо, превосходящее по характеристикам консольное. Поэтому консоли живут ровно столько, сколько нужно, ни больше, ни меньше. Так что хочешь технологического прорыва в играх, начинай, как говорится, с себя. Иди покупай в магазине топовый игровой комп и вноси изменения в общемировую статистику по компьютерному железу. Не можешь себе этого позволить, ну тогда уж изволь не гнать на консоли, мол, из-за них все игры урезаются. А если ты можешь себе это позволить, то я тебя огорчу, большинство себе такого позволить не может, и твой комп так и будет ютиться в какой-нибудь сотой процента общемировой статистики. До поры до времени, опять же. Потому что все развивается постепенно, куда вы все спешите со своим количеством пикселей и FPS. Все придет со временем. Да за прошедшие 10 лет игровая индустрия и так сделала огроменный скачок, поумерьте вы свои аппетиты в конце-то концов. Ну или идите все-таки в массовом порядке закупаться топовым железом, ведь с каждой купленной GTX 980 жизненный цикл консолей нынешнего поколения на секунду уменьшается. У микрофона с вами был Хикаро, не забудьте на досуге репостнуть этот видос, если он вам, конечно, понравился. Подписывайтесь на группу и каналы, нужные ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok